Они недостаточно квалифицированные специалисты, они не могут отличить чеченца от не-чеченца, армяна от азербайджанца, еврея от араба, а ответственность за это, то есть последствия наступают не для них, ответственность несут общины этих людей, потому что на них вешают эти ярлыки. Теперь... И начнем мы этот эфир с новостей из Франции. Там уроженец Ингушетии, выходец из Ингушетии, так будет правильно сказать, Мухаммад Магушков напал на учителя лицея, еще там нескольких человек, в общем, убил одного учителя ножом, по-моему, еще кого-то ранил, он сам вроде как задержан. И это такая новость, которая я, честно говоря, вот перед тем, как начать этот эфир, посмотрел все последние сводки об этом. Есть ли какая-то ясность по этой теме? Но никакой ясности для меня в этой теме нет. Кроме того, что он совершает нападение, убивает учителя, это сразу характеризуется как террористический акт этими властями Франции. Сам человек задержан. Оказывается, что он находился в так называемом списке С, секюрите, это список людей, которые признаны французским государством опасными для этого государства. При этом он был под контролем, его брат находится в тюрьме, его прослушивали, его всячески там контролировали. В общем, я не знаю, в какой форме он отмечался, он нам или как это происходило. И накануне, значит, этого нападения с ним даже общались, вроде бы как разговаривали. На что сразу же я обратил внимание? На то, что нет никакой мотивации у этого преступления. То есть, ну может быть она есть, но по крайней мере пока эта мотивация, ее нам как-то в понятном для нас виде, ее не сообщили. У нас есть нападение, ну то есть, смотрите, во Франции это не первое уже нападение. Неоднократно происходили подобные вещи, там, допустим, обезглавливание этого учителя было, нападение на священников церкви было в Ницце, ну в храме. До этого были, в общем, я думаю, не нужно все перечислять, да, нападение на Шарли, до редакцию. И всегда был понятен мотив, для чего это сделано. И там вопросов ни у кого не возникало, а зачем, а почему, а какой в этом был смысл. То есть, умысел нападавших, та цель, которую они хотели добиться, они ее ясно озвучивали. И даже если бы они ничего не сказали, в принципе, все все прекрасно понимали, почему это происходит, то есть, чего они хотели добиться, для чего они это делали, мотив этих людей был абсолютно предельно ясен. Но вот в этой ситуации, с нападением на этого учителя, убийством этого учителя, вот этим вот Могушковым, непонятно вообще ничего. Какова, каков мотив, для чего он это сделал? Кого он хотел тем самым напугать? В чем был посыл этого преступления? В общем, у меня пока много вопросов по этой теме, я не готов ничего об этом сейчас говорить. Единственное, конечно, во французских СМИ, в европейских СМИ начали говорить о том, что это чеченец напал, чеченец напал, на самом деле парень ингуш и выходец из Ингушетии, но, скорее всего, в миграционных этих службах Франции он, наверное, значился как чеченец. Но это упущение, то есть, недоработка, неквалифицированность этих миграционных служб Франции, вот в этом причина того, что его не смогли идентифицировать как не чеченца, как ингуша, как выходца из Ингушетии, а не из Чеченской республики. То есть, он не является уроженцем Чеченской республики, в той Чеченской республике, в тех границах, в которых она административно сегодня является субъектом Российской Федерации. Он оттуда выходцем не является. Поэтому, почему французские власти идентифицируют не чеченцев как чеченцев, записывают их как чеченцев, и затем всё, что происходит, всё, что делают такие люди, приписывают это всё чеченцам, это упущение французских миграционных властей, за которые почему-то ответственность приходится нести чеченской диаспоре, чеченской общине. Во французских миграционных службах люди не умеют работать, они недостаточно квалифицированные специалисты, они не могут отличить чеченца от не-чеченца, армяна от азербайджанца, еврея от араба, а ответственность за это, то есть, последствия наступают не для них, не этих людей увольняют с работы за отсутствие квалификации, за плохое выполнение своей работы, а вместо этого ответственность несут общины этих людей, потому что на них вешают эти ярлыки. Теперь очередной раз на чеченцах повешен этот самый ярлык, и теперь уже начаты переговоры министра внутренних дел Французской Республики, ну, точнее, он сказал, что он получил одобрение президента Макрона на то, чтобы начать переговоры со своим российским коллегой о том, чтобы как можно быстрее выдворить российских граждан, находящихся в этом списке С. И мы ведь с вами прекрасно понимаем, что эти российские граждане, так называемые, это будут чеченцы, ну, или же выходцы из Кавказа. То есть, свою работу выполнять не умеют или выполняют ее некачественно сотрудники в миграционные службы Франции, а ответственность должны понести теперь все чеченцы, которые по каким-то причинам оказались, допустим, в этом списке. А если у нас расположены ли мы к тому, чтобы доверять этому списку, что он корректен, что действительно все, кого внесли в этот список, что они действительно являются опасными для Франции. Да, безусловно, в этом списке наверняка будут люди опасные для Франции. Но с таким подходом, с такой квалификацией, если в миграционной службе работник не может отличить выходца из Чеченской республики от выходца из Ингушетии, Осетии или другой республики, если он не может отличить этнического чеченца от не-чеченца, от Ингуша, Осетина и кого-то другого, то почему нужно доверять вот этому списку? Те люди, которые составляют этот список С, это что, это какие-то другие люди? Есть ли гарантия того, что они лучше квалифицированы, чем сотрудники французской миграционной службы? Увы, что-то не приходится доверять этой информации, как-то не расположен, очень много сомнений. Поэтому, к сожалению, ответственность за недоработку этих людей, этих служб, несут не эти люди, не эти службы, а несут общины и диаспоры. Субтитры создавал DimaTorzok